Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видосе я вам расскажу, почему новый Xbox Series может просто разорвать PlayStation 5. И в этом видео для тех, у кого есть Xbox, я запускаю розыгрыш на Xbox Live Gold и на игру Saints Row. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, просто лайкните это видео и напишите в комментариях, хочу Gold или хочу Saints Row, ну или то и другое сразу. И отправьте скрин о проделанной работе под определенным постом в нашей группе ВКонтакте. Если что, подробности розыгрыша в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. На самом деле, да, довольно-таки громкое название этого видео, но по-другому я назвать его не могу. Ну, поскольку это действительно так, по моему мнению. За все время существования восьмого поколения, а именно поколения консолей Xbox One, команда Xbox очень круто подметила то, что действительно нужно пользователям. Ну, а также учла абсолютно все минусы перед конкурентом. Опять же, возвращаясь к тому времени, когда Xbox One только начал продаваться, его хейтил практически каждый. Хейтили за его дизайн, за его цену, за игры и за все остальное. Если уж по-честному говорить, то на то время, по-моему, не было ни одного обзора, который бы перечислил абсолютно все плюсы Xbox One по сравнению с PlayStation 4. Ну, кроме моих обзоров. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Плойку в то время восхваляли, ну, просто до небес, поскольку, по мнению многих, она считалась лучше. А в чем, собственно, было отличие между PlayStation 4 и Xbox One? Xbox был больше плойки, имел блок питания, стоил дороже, поскольку в комплекте у него был Kinect. И на первых порах у него страдало разрешение в играх, поскольку игры шли в 720p, а на PlayStation 4 иногда в 900 или в 1080p. Ну, в итоге, все равно больше, чем у Xbox One. Ну, несмотря на то, что разница, в принципе, была минимальная, Sony Boy сделали на этом капец какой акцент и всех заверили о том, что Xbox реально говно. Хотя, если объективно, Xbox не говно. Далеко не говно. Но это все было в восьмом поколении. В девятом поколении абсолютно все идет наоборот. Xbox получился меньше, но по факту мощнее, а именно в тарафлопсах. Кстати, я теперь понимаю, почему многие обращают внимание на тарафлопсы, потому что в то время тоже обращали внимание на тарафлопсы. И PlayStation 4 якобы была мощнее по этим тарафлопсам, и поэтому вот так вот понеслось. Также новый Xbox, скорее всего, будет иметь более стабильный FPS, скорее всего, будет у него настоящий там 4K, может быть даже и выше. Но самое главное, новый Xbox будет по очень вкусной цене. Об этом не раз говорил Фил Спенсер, и нужно учитывать, что майки готовы скинуть 100 долларов в случае чего. Но самое крутое в новом Xbox будет именно выгода для игрока. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни спорили, но подписка, которая включает в себя на старте все эксклюзивные проекты Microsoft, подписка, которая пополняется иногда масштабными AAA проектами, и которая при этом стоит не так дорого, если бы вы все эти игры покупали по отдельности, должна будет помочь Xbox просто переиграть новую плойку. Да, я прекрасно понимаю, что эта подписка существует и на сегодняшний день, но как раз таки именно из-за нее на Xbox стали обращать больше внимания. Ну, поскольку это реально выгодно, а в дальнейшем, учитывая этот опыт, все будут знать, где дешевле и скорее всего переберутся на Xbox. А для пользователей, у которых не было Xbox, выгода в этом плане это будет, наверное, превыше всего. Но самым, прям самым-самым козырем команды Xbox будет скорее всего новая Xbox Series S, которая Lockhart. И да, по слухам, кстати, Lockhart скорее всего не будет похож на дизайн Xbox Series X, хотя в принципе такой коробочек смотрится неплохо. Если слухи не врут и они приближены к правде, то нас ожидает, что Series S будет намного дешевле, чем Xbox Series X. А при таком раскладе, наверное, планы Sony просто рухнут пополам. Давайте просто подумаем, у PlayStation сейчас две консоли, одна с приводом, другая без привода. И если поразмыслить мозгами, сразу станет понятно, что без привода она будет стоить дешевле, но не намного. Поскольку в ней всего лишь не будет привода, а у нового Xbox, который Lockhart и который не показали, скорее всего не будет привода и скорее всего на нем будет стоять менее мощное железо. Что, собственно, капец как сокращает стоимость. Ну, себе стоимость. И самое прикольное то, что в этой версии будет самая низкая цена и будут доступны абсолютно все функции, которые доступны на Xbox Series X. То есть обещается, что на этой версии будет все то же самое, только не в 4К, а именно в 1080 или в 2К. Если кто-то хочет поспорить о том, что это разрешение нафиг никому не нужно, у всех уже 4К телеки, этого будет мало, всем будет пофигу, идите нафиг. Как бы вы не кричали, что у всех есть 4К телеки, у вашего дядя, сестры, у ваших друзей и так далее, не у всех есть 4К телеки и многим приемлемо даже до сих пор играть в 1080p. Многие на эту версию могут накинуться, мол, блин, она слабая, там мало Терафлопс, кстати, поговорят, что там будет всего лишь 4 Терафлопса. Но сразу вам скажу, не в Терафлопсах счастье, далеко не в Терафлопсах. И несмотря на то, что в новом Xbox, а именно в Лохарте, скорее всего будет меньше Терафлопс, чем даже в том же Xbox One X, он будет все равно мощнее. Да, я понимаю, что в принципе это звучит бредово, но Терафлопсы это не единственный показатель мощности. А самое главное, что эта консоль будет являться консолью 9-го поколения, что в принципе обеспечит всем пользователям запуск абсолютно всех новых игр. Ну еще и старых, потому что есть обратная совместимость. Я считаю, что для большинства тех, кто хочет играть, особенно играть на новом поколении, Series S будет просто идеальным вариантом, поскольку он, скорее всего, привлечется к себе внимание именно за счет цены. А цена в новом поколении, скорее всего, будет являться самым важным фактором выбора консоли. Ну, поскольку мало кому захочется отдавать за тот же Series X или PlayStation 5 около полтинника или даже больше. У Sony в этом плане полный пробел, никаких слухов о какой-то еще новой консоли нет, поэтому, скорее всего, многие просто выберут более дешевую консоль от команды Xbox. Единственное, что поможет, наверное, Sony держаться на плаву и вообще отлично продавать свою PlayStation, это их фанаты. Им, на самом деле, пофигу на минусы, они без проблем купят новую PlayStation, будут ее защищать и всем доказывать, что она намного лучше, чем что-то не PlayStation. А таких пользователей, а именно фанатов PlayStation, очень много и они без проблем внушают большинству, что плойка лучше, а Xbox, как всегда, говно, потому что они дружнее и капец как голосят во всех углах, что PlayStation, 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 PlayStation лучше. Хотя, в принципе, это далеко не так и каждый выбирает то, что захочет. Также PlayStation поможет и реклама, с которой они просто офигенно справляются. Что будет больше на слуху, то и будет продаваться, а, скорее всего, это будет PlayStation. И самый прикол нового поколения будет в том, что, скорее всего, большинство пользователей смогут себе позволить лишь одну консоль нового поколения, либо PlayStation 5, либо Xbox Series, не знаю, S или X. Просто дело в том, что ценник новых консолей, скорее всего, будет высокий, около полтинника, и тут приходится выбирать. И, опять же, вспоминаю, что PlayStation офигенно дружит с рекламой, скорее всего, многие купят PlayStation и будут потом с пеной у рта защищать, что они не купили говно, они не купили, а продукт, объективно, хуже, чем Xbox. Ни в коем случае не хочу сказать, что плойка говно и так далее, каждый выбирает то, что захочет, но, на мой взгляд, Xbox сейчас выигрывает PlayStation, и это, по-моему, объективно. Просто, опять же, напоминаю, Xbox в тех параметрах, которых проиграл, он сейчас выигрывает. Какая консоль все-таки будет популярнее, пока неизвестно, нужно всегда смотреть по факту. В любом случае, остается ждать лишь презентации Microsoft, которая должна, скорее всего, быть в июле. Также нужно ждать официальных цен на консоли и дату выхода, и тогда, в принципе, уже будет ясно, кто кого переиграет. В общем, как-то так. Если вы вдруг согласны со мной, что Xbox сейчас переиграл PlayStation, то напишите Xbox Top. Также, если понравился видос, то с вас лайк, подписка на канал и напишите свое мнение по этому поводу. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.